Избирательные системы можно разделить на три большие группы. Первая – мажоритарная, согласно которой выигрывает тот, кто набрал большее число голосов. Вторая – пропорциональная, предполагающая наличие списка кандидатов или партий. Места в парламенте распределяются согласно набранным голосам. Третья система – смешанная. Часть парламента избирается по мажоритарному принципу, остальные – по пропорциональному. У нас была мажоритарная система – погана. У нас была смешанная система – погана. У нас пропорциональная система – погана. Любая из этих систем, если она работает в Европе – это хорошо. Если она работает у нас – это погано. А может, и законовцы поганые. Как отмечали участники обсуждения, система – не главное. Важнее механизм реализации. Любая избирательная система должна действовать на благо граждан государства. Цель закона – это максимально учесть мнение избирателей, избрать профессиональный парламент, чтобы он мог учитывать интересы и государства, и территории. Участники обсуждения отметили явные минусы функционирования смешанной избирательной системы в Украине. Если сегодня выборы пропорционные и мажоритарные, это будут два бюлетена. По-перше, расход бумаги. Бюлетени будут очень большие. В бюлетене по партиях, я прогнозирую, будет близко 100 партий. Не будет 40 партий, а будет близко 100. Чому? Потому что, по-перше, нет блоков, а блоки поглащали партии. А по-друге, сегодня настав момент, когда действует закон про политические партии. И если 10 лет партия не принимает участие в парламентских или президентских выборах, она будет аннулирована и ресурсов на свидетельство. Таких партий очень много. Внушительный список замечаний представила и Венецианская комиссия за демократию через право. Главное из них – это отсутствие полноценной публичной дискуссии. Это максимум, что Венецианская комиссия могла сказать, потому что, как правило, она вообще не вспоминает выборную систему. Но тут, очень дипломатично, в общих рисах, она все-таки дала понять, что предложена выборная система – это не то, что сейчас нужно в Украине. По просьбе Министерства юстиции Украины, экспертизу законопроекта о выборах народных депутатов Украины провела и Международная фундация избирательных систем. Их вывод неутешителен. Законопроект был разработан в атмосфере взаимного недоверия между правительством Украины, политическими партиями и гражданским обществом. Система открытых региональных списков, она так же предпочитает голосование за конкретную особу. Но эта особа должна представлять определенный партийный список, и именно выборцы должны решить, кто от той или иной политической силы достойный быть в парламенте, а кто нет. Во многих европейских странах действует пропорциональная избирательная система, например, в соседней Польше, украинское же правительство. По словам участников обсуждения, считает, что украинцы еще не созрели для системы с открытыми списками кандидатов. Как заметил Александр Черненко, подобные заявления демонстрируют неуважение политиков к своим избирателям. Поэтому открытие региональных партийных списков, это то, до чего нужно идти, до чего идти. Проведение второго этапа общественных обсуждений запланировано на 3 ноября. Темой дискуссии станет финансирование избирательных кампаний и предвыборная агитация. Екатерина Павлова, Александр Пугачев, Первый муниципальный.